добрый день дорогие зрители канала марина цветы сегодня мы поговорим об астрах о проблемах которые преследуют цветоводов из года в год это прекрасное растение наших клумб и мы помним астру еще со времен когда мы ходили в школу и на 1 сентября всегда несли скромный букет астры или гладиолусов ну а гладиолусах я уже сняла для вас видео в плейлисте клубни луковичные растения что же такое происходит с астрами почему такая серьезная проблема в последние годы действительно всю эту красоту могут испортить болезни астр с которыми мы сталкиваемся и есть такие заболевания на которые вы должны обратить внимание и даже уделить больше профилактических мер это желтуха астр мучнистая роса черная ножка ржавчина септориоз фитофтороз фузариоз фузариоз последние годы поражает массово наше растение это и пионы и лилии и тюльпаны нарциссы поэтому очень важно не высаживать эти растения очень рядом эти все болезни которые перечислила относятся грибковым заболеваниям и лечение для всех растений и астр в том числе одинаковое но мы поговорим об этом в конце видео а вредители которые могут уничтожить ваши астры это луговой клоп паутинный клещ когда очень жарко пашиный слизень который в последние годы тоже у нас бушует в наших садах и цветниках подсолнечниковая огневка почковая тля не дает астрам распускаться слюнявая пеница совка гамма трипсы уховертка обыкновенная дорогие друзья это прекрасное растение которое вы легко сможете вырастить если вы определите правильно место выращивания и обратите внимание что в последнее время семена астр завозят из-за рубежа а это повышает возможность появления и распространения новых вирусных заболеваний именно с вирусными заболеваниями все тяжелее бороться практически невозможно новые вирусы и болезни которые до этого не жили в наших краях приспосабливается адаптируется к новым и астры сами по себе страдают от большого количества вирусных заболеваний это очень опасно поговорим начнем мы желтухи переносил желтуху такие вредители как цикада и тля страдает при этом листовая пластина сначала она бледнеет по жилкам а после чего наступает полный хлороз листа бутоны останавливаются в росте зеленеет и для борьбы с заболеванием надо обработать растения такими препаратами по типу антивира или препараты от вредителей то есть все что инсектицидное от тли против тли можно использовать и разные отвары трав это тысячелистник полынь специи можно использовать вы знаете эти дедовские рецепты и у меня тоже на канале это все есть в качестве профилактики проводите опрыскивание от вредителей которые переносят вирусные заболевания серьезное заболевание это мучнистая роса характерный признак это белый налет высыхание падания листьев искривление цветоноса и гибель это заболевание часто распространяется не только от повышенной влажности но от недостатка питательных веществ и если у вас загущенной посадки и как я обратила внимание сильная влажность и кислая почва для борьбы с этим заболеваниям следует использовать препараты по типу топаза которые направлены именно на борьбу с этим и опрыскивание мы производим три раза через каждые две недели уничтожаем больные растения проводим полив растения в основном в утренние часы для возможности просыхания грядок в течение дня и обязательно подкармливаем фосфором и калием это уже в этом году проверено на овощах моих растений действительно дает очень хороший результат ранней весной при высадке рассады астра поражается черной ножкой это грибковое заболевание и саженцы рассада начинает чернеть загнивает корневая шейка стебли и буквально за несколько дней можно погубить всю рассаду поэтому не спешите весной высевать семена астры она очень быстро всходит при высокой температуре плюс 10 градусов и когда будет уже активное солнышко для борьбы с черной ножкой надо проводить раннюю пикировку обратите внимание на качество грунта в нем не должно быть низинного торфа и среднего потому что это очень кислый грунт проводите дезинфекцию можно и однопроцентным раствором марганцовки всеми фунгицидами и можем мы с вами использовали и провикор и очень распространенная фитоспорин и очень важно посыпать почву вокруг растений с песком это тоже очень хорошо а когда вы высаживаете в грунт если у вас зараженная была земля то продезинфицируйте землю известью не гашенной осенью рассыпьте по грунту и это убьет и вирусы и бактерии в земле которые были в этом году и конечно дезинфекция тары когда вы выращиваете рассаду очень сильное заболевание в этом году это ржавчина ржавчина астр может стать причиной гибели всех цветов на участке споры ржавчины переносится ветром на большие расстояния и они переносят зимовку снижение температуры и весной снова поражают здоровые цветы ржавчиной появляется на листьях пятны это наросты коричневой или бурого цвета поражаются и розы очень сильно поэтому если вовремя не начнете борьбу с данным заболеванием она быстро распространится на другие цветы очень важно высаживать свои цветники подальше от хвойных растений потому что хвойные растения как раз являются эпидемии ржавчины это в основном бордоская жидкость хорошо помогает а если ржавчина уже появилась опрыскивайте фунгицидами через каждые две недели до полного уничтожения но если вы видите что ваши растения больные и не подлежат восстановлению в избежание заражения других растений надо уничтожить такое заболевание как септориоз это серьезное заболевание которое характеризуется появлением бурых пятен на листьях которые очень портят внешний вид астры болезнь быстро распространяется на все листья и они усыхают астра останавливается в росте и погибает то же самое нам надо делать прореживание посадка и опрыскивание фунгицидах бордоской жидкостью хлорокисью меди эти заболевания распространяются теплым влажным летом среди плохо ухоженных растений густо посажены инфекция может сохраняться на протяжении многих-многих лет и очень часто болезни с одного растения переходит на другое такое заболевание как фитофтороз вы прекрасно понимаете там где растут овощи очень часто мы хотим возле помидор посадить небольшой цветничок из астры это серьезное заболевание которое отличается появлением бурых пятен и белого налета обрабатываем растения и грунт медь содержащими препаратами и конечно же эти растения надо обязательно удалить и если растет рядом картофель то тоже старайтесь не высаживать астры фузариоз это одно из самых опасных заболеваний его вызывает гриб фузариум который распространяется с помощью спор а заражение происходит и через почву она проникает через сосудопроводящую систему растения и растение практически увядает поэтому такую диагностику вы проводите для всех своих растений очень важно чтобы молодые цветы фузариоз не поражал то не высаживайте возле растений которые я перечислила это лилии пионы тюльпаны но все луковичные поражаются и очень большая проблема это повышенная влажность и кислая почва нужно правильно чередовать культуры вносите известь почву для поддержания нейтральной кислотности если вы знаете что у вас на участке очень бушует паре и макрица это показатель что грунт кислый для предупреждения болезни надо обязательно после высадки рассады опрыскивать растения фунгицидами вот вы обрабатываете помидоры не проходите мимо астр в начале видео я перечислила вредителей насекомых астр но все используем инсектицидный препарат очень хорошо но разговор о луговом клопе и паутином клеще это особый разговор если вы будете вовремя проводить профилактику от вредителей это поможет уберечь и сохранить ваши растения от вредителей мы используем инсектицидные препараты но до таких вредителей как луговой клоп паутинный клещ но можно сказать и для я хочу обратить особое внимание на возможность обработки наших растений препаратом карбофос мы используем его как минеральную подкормку однопроцентный то есть это 100 грамм на 10 литров воды и опрыскивать и очень хорошо обрабатывать так называемые фосфорными удобрениями фосфомиды они тоже прекрасно справляются в этом году я это проверила это действительно хороший такой метод а клещ очень серьезный вредитель который распространяется в довольно жаркую погоду и сухую и нам в помощь идет сера используем двухпроцентные растворы карбофоса как я вам сказала и можно использовать народные методы это настойки табака чеснока и лука но паутинный клещ такой вредитель что лучше используйте более серьезные препараты при обработке растений следите чтобы раствор попадал на нижнюю часть листа где живет клещ и очень хорошо купить в магазине так называемый прилипать это уже наверняка вы обработаете растения с хорошим результатом обрабатываем утром не в солнечную погоду чтобы не вызвать ожог если у нас проблема со слизнями в этом году особенно и на протяжении 5 лет это действительно как эпидемия очень хорошо использовать просто посыпать известью на границе с цветниками с грядками с овощами и уже в конце лета начала осени когда вы уберете растение просыпать почву не гашеной известью можно использовать и другие какие-то препараты продающиеся в магазинах но известь всегда у вас под рукой поэтому это хорошо как уничтожение слизней дорогие друзья не забывайте о методах профилактики которые помогут избежать лишние траты денег на дорогие препараты и химикаты и сохранят красоту ваших растений и в конце видео я хочу ответить на вопрос моей зрительницы можно ли астры сеять под зиму или вот самосев если остается дорогие друзья к сожалению астра перезимовав грунте семена может устратить свою махровость вы должны на это обратить внимание весной не торопитесь высевать рано в грунт если вы высеете семена в грунт при температуре плюс 10 градусов вы получите прекрасный результат и ваши астры зацветут первому сентября спасибо что вы были со мной на моем канале более полутора тысяч видео о том как выращивать обычные необычные растения нашего сада просматривайте плейлисты по тематикам задавайте вопросы обязательно весной заходите в плейлист о семенах юра саде где мы съем с вами семена астры под снег в контейнеры это дает прекрасный результат подписывайтесь на мой канал и украшайте свой мир цветами